Перед вами график доходности моего торгового счета, который я разогнал в 9,5 раз за период примерно где-то 3,5 года. Как мне это удалось, сегодня я вам расскажу, дам общие принципы, с помощью которых вы сможете раскачивать свои небольшие депозиты. Небольшой депозит, в моем понимании, это сумма меньше 5 миллионов рублей. То есть вы можете раскачивать депозиты как на 50 тысяч рублей, так же и на миллион, меньше 5 миллионов. Сложного здесь ничего нет, если это у меня получилось, то я думаю, что у вас 100% получится. И самое главное, то, о чем я говорю, оно идет с гарантией. Обычно вы раскачиваете депозиты, раскачиваете, раскачиваете и теряете их постоянно. Сегодня я расскажу, как раскачивать депозиты с гарантией от слива. Первое. Ты можешь увеличить свой торговый счет в 2 раза буквально одной сделкой. Тебе просто можно поставить весь свой депозит на одну сделку, на одну какую-то торговую идею. Но ты либо удвоишь свой депозит, либо его потеряешь. Здесь нет ничего сложного. Откройте опять-таки статистику конкурсов, любых конкурсов. Например, лучший частный инвестор. Посмотрите, там одни усредняльщики. Вот у них есть торговая идея, например, что рубль-доллар будет, допустим, дорожать. И они ставят весь депозит на это. Повезло, удвоили депозит, вошли, так сказать, в первенство, не повезло, потеряли деньги. Поэтому вы можете делать точно так же, если вы хотите, соответственно, это делать. Но я более чем уверен, что если вы потеряете деньги, вы на биржу больше никогда не придете. Причем особенности, если у вас небольшой торговый счет. Вы же 100% как думаете? Я сейчас возьму, раскачаю свой небольшой счет, возьму на себя повышенные риски. А потом я возьму и буду торговать без риска, так сказать, либо с пониженным риском. Я тоже себе точно так же говорил. Это полная туфта, это полная залупа. Вы так никогда не сделаете. Поэтому мой вам совет. Лучше послушайте, что я вам говорю. Как действительно нужно делать. Не получится так, что вы разогнали депозит, а потом стали себя нормально вести. Так не бывает. Не бывает так. Хорошо, шаг первый. Во-первых, вам необходимо использовать сделки только с высоким потенциалом. Для этого вы должны знать, что такое АТР. На эту тему у меня есть отдельный бесплатный вебинар. Он находится здесь на YouTube. Нигде не надо регистрироваться. Ссылку на него я вам оставлю вот здесь вот в подсказках и также в комментариях. Перейдете, ознакомитесь, будете понимать, что это черт возьми такое. Потому что если вы этого не знаете, вы всю жизнь будете сливать. Вы не заработаете на рынке ни копейки. Все успешные трейдеры знают, что такое волатильность. Ну, вот этот пресловутый АТР. Если вы не будете это знать, вы не заработаете. Поверьте. Поэтому вы обязаны это знать. Хотите заработать? Вы должны это узнать. Посмотрите вебинар, будете понимать. Но в двух словах. Есть странная особенность у рынка. Он растет и падает примерно всегда на плюс-минус одинаковое количество пунктов. Грубо говоря, вот здесь вот бычья волна 100 пунктов. Здесь 80. Ну, либо там валюта какая-нибудь и так далее. Здесь 70. И мы определяем среднее арифметическое. Плюс-минус здесь пусть будет 80. Соответственно, если я понимаю, что рынок уже прошел 70-80 пунктов, я сделку в продолжение брать не буду. Что я буду делать? Я буду искать сделки в разворот. Потому что я знаю, что рынок очень близок к коррекции. И по этой причине вот здесь я буду искать сделки в разворот. У каждой вашей сделки, если вы занимаетесь трейдингом, проходите обучение трейдингу, вы обязаны это знать. У каждой вашей сделки есть потенциал. То есть, теоретически, рынок действительно может еще чуть-чуть пойти наверх. Но какой потенциал у этой сделки? Ну, сколько он пойдет, например, дальше наверх? Ну, на 10-20 пунктов, допустим. Даже если это произойдет, этой суммы хватит, достаточно ли для того, чтобы отбить ваши лоси до этого, которую вы получали, и также заработать? Конечно же, нет. Поэтому вам нужна сделка с высоким потенциалом. Если рынок у нас все-таки пойдет здесь в коррекцию, например, пойдет в разворот, какой здесь потенциал у этого разворота? Ну, как минимум, поймать хорошую коррекцию, которая была вот здесь, вот здесь и вот здесь. Коррекции точно так же длятся определенное количество пунктов, плюс-минус. Мы знаем, что, например, коррекции длятся плюс-минус 20 пунктов. Это означает, что если в самом начале АТР, в самом начале разворота, у меня есть потенциал, как минимум, 20 пунктов гарантированно заработать по этой сделке. Посмотрите вебинар про АТР и будете понимать эту тему просто прекрасно. Есть такая фраза, что сложная технология неотличима от магии. Вот здесь примерно точно так же. Когда вы поймете, что такое АТР, у вас будет просто бум в голове. Ничего себе! Действительно это так. Поймете и будете зарабатывать гораздо больше уже даже после просмотра вебинара. Второе. Каждая сделка должна быть ожидаема заранее. Вы должны заранее планировать свою каждую сделку. Не получится так, как это делают профессиональные трейдеры. Профессиональные трейдеры, на то они и профессиональны. Например, я могу открыть рынок, увидеть вот такую ситуацию. Рынок пробивает этот уровень, допустим, на какую-то наклонку. И вот здесь я, грубо говоря, на все плечи вхожу в продажу. Я могу так сделать. У меня опыт 15 лет. Вы так сделать не можете. Вы на этом деньги потеряете. Потому что с огромной вероятностью, когда вы откроете рынок, вы еще просто не тонете в этом. Вы не разбираетесь, как торговать. Поэтому единственный вариант заработка – это отказаться от идеи. Быстро сейчас два клика, заработать и так далее. Найти какую-то сделочку, открыл график и сразу нашел. Не получится так. Не получится. Придется искать сделки и заранее их планировать. Это означает, что, во-первых, вы должны узнать, что такое АТР. Что такое АТР, мы с вами уже определились, что вы посмотрите вебинар. Второе. Вам необходимо узнать, что такое уровни. Понятно, что вы сейчас уже ученый. Вы мне будете говорить, что уровни не всегда работают. Понятное дело, что они не всегда работают. Но они работают в большую часть случаев. Поэтому вам нужно узнать, что такое уровни, чтобы это все успешно торговать. Третье. Вам необходимо узнать, что такое наклонка. Плюс я вам дам ссылку на свое видео, опять-таки здесь находится в ютубе, на стратегию наклонки. В-четвертых, вам необходимо узнать, что такое откаты и как они формируются. Этого будет более чем достаточно. Я могу дальше продолжать этот список, но вот этих четырех пунктов, я же знаю, что вы больше делать не будете 100%, потому что вы сюда пришли по-быстрому на шару заработать. Вот четырех пунктов, хотя бы их делайте, это уже хватит для того, чтобы оба просто стрельнуть в своем прогрессе, просто заработать миллионы, ладно, бог с ним, не буду говорить, но заработать сверхдоходность вот этих четырех пунктов уже вот так вот, выше крыши. Но понятное дело, что я могу делать и больше. Оставлю вам ссылки в комментах на всю эту информацию. Все находится бесплатно здесь на ютубе, нигде не надо регистрироваться, вводить свои данные, номер телефона, туда-сюда. Мы таким не занимаемся. Все получите здесь на ютубе. Посмотрите вебинар про АТР, просмотрите вебинар про уровни, просмотрите два урока про наклонку и про стратегию наклонки. Это очень важная стратегия, она, почему я ее даю, потому что она работает, ну, практически безотказно. Вот на данный момент, на момент записи, она вот работает, ну, в большей части случаев, ну, в процентах 70-80 она работает. Если она работает, зная, что такое АТР, зная, что такое уровни, вы сможете очень неплохо зарабатывать. Откаты вам нужны как раз-таки в контексте уровней, то есть вы будете понимать, что у рынков существуют откаты, и на откате вот здесь вот попытаетесь найти точку входа и так далее. И все это вместе в контексте вам уже даст как минимум понимание рынка, то есть понимание, что вам конкретно нужно делать. Но я еще раз говорю, не получится так, что вы сейчас посмотрите мой какой-то вебинар, мой какой-то урок и будете зарабатывать миллионы. Не получится так. Придется заморочиться. Если вы хотите здесь заработать хоть что-то, вам придется немножко заморочиться. Один раз заморочитесь, потом мне будете говорить спасибо. Второе. Вам необходимо изучить, что такое money management и risk management. Без этого вы 100% будете всегда терять. И я более чем уверен, что вы уже пробовали разогнать депозиты, что я у вас не первый, так сказать, да, в этом вопросе. Я более чем уверен, что у вас уже была такая история. Это ваш график доходности. Зарабатывайте, зарабатывайте, ну либо вот так вот зарабатывайте. А потом в один прекрасный момент, в самый неожиданный, как правило, происходит вот такое лавинообразное падение. Ну либо вот такое происходит. Это все связано с тем, что вы получаете высокую доходность, потому что вы не соблюдаете риски. А когда вы не соблюдаете риски, когда вы не учитываете, что такое money management, risk management, слив депозита является в вашем случае частью системы. То есть вы зарабатываете много, потому что вы откладываете убытки на потом. И выбраться из этого невозможно. Вы можете использовать различные стратегии, martingale, усреднение и так далее, чтобы попытаться это как-то исправить. Вы 100% это пытались сделать, но у вас всегда один и тот же результат. Вы всегда, постоянно на этом теряли. Почему? Слив депозита при разгоне счета является частью системы. Это нормально. То есть так и должно быть. Это вот как дождь идет, потому что он идет. Вот здесь примерно то же самое. Слив депозита является частью системы. Конечно, если у вас торговая стратегия, которая позволяет вам, например, несколько раз увеличить счет перед точкой слива, и вы знаете, когда точка слива произойдет. Ради бога, не слушайте меня, усредняйтесь. Но вы 100% не знаете этого. Вы не знаете, когда произойдет точка слива. В этом и кроется основная беда и основная проблема. Вы можете до этого в 2-3 раза увеличить счет, а можете до этого вообще не увеличить счет. Понимаете, это произойдет на следующий день. Когда я пробовал вот подобным макаром разгонять депозит, это всегда заканчивалось очень печально. И потом я сел и посчитал с калькулятором. Я понял, что надо было торговать адекватно, как торгую я сейчас. И тогда я бы заработал в разы больше. И не тратил бы на это время. Во-первых, всегда имею положительное соотношение риска к прибыли. Потенциальная прибыль считается, во-первых, по АТР. Вебинар ты на эту тему посмотришь. Или до крупного уровня. Это означает, вот у меня такая ситуация. У меня растет рынок. Я понимаю, что впереди у меня вот здесь, например, есть какой-то мощный уровень. Или у меня есть запас АТР. Например, на движение вверх. Вот здесь я могу искать точку входа на покупку. Но если рынок, например, уже находится вот в этой стадии, я понимаю, что потенциал этой сделки у меня здесь недостаточный для того, чтобы отбить лося. Во-вторых, для того, чтобы на этом заработать. Поэтому я эту сделку буду игнорировать. Я буду искать новую сделку. Это звучит очень просто. И вы это слышали 100%. Но какого хера вы этого не делаете? Я не понимаю, если честно, если вы это слышали. Следующее. Не входите всем депозитом в одну сделку. Перестаньте это делать. Вы так на этом никогда не заработаете. Никогда откажитесь от этой идеи. Вы, если откажетесь от идеи разгонять депозит и вливать огромное количество объема в одну сделку, в одну торговую идею, вы заработаете гораздо больше. На моем канале я публикую постоянно видео, где я показываю свои сделки. То есть, как я торгую. Вот тут вошел, тут вышел, вот столько заработал, грубо говоря. И там фишка в том, что в каждом видео показывается процент. Процент заработка. То есть, сколько я за день заработал. Там 2-3% и так далее. И вот представьте такую ситуацию. Я зарабатываю, допустим, 5% по одной сделке за один торговый день. И мне люди пишут, ну ты же зашел в эту сделку, там, допустим, на сумму 10 миллионов. 5% это очень мало. У людей даже как бы в голове не укладывается, что весь депозит не участвует в одной сделке. И что нельзя весь депозит влить в одну сделку. Так торгуют только дебилы. Вы так никогда не заработаете. Вы должны использовать не весь депозит в одной сделке. Вы должны его распределить на кучу различных сделок. По одной сделке вы не имеете права потерять больше, чем пол процента. Это 1% вашего капитала. И то это очень много. 1% это мама дорогая. Я столько не использую. И даже пол процента это очень много. А существуют калькуляторы лота. То есть, сколько вам объема нужно брать для того, чтобы потерять определенную сумму. Здесь формула выглядит следующим образом. Предположим, у вас есть торговый счет на сумму 100 тысяч рублей. В каждой сделке вы имеете право потерять не больше 1000 рублей. Но лучше желательно 500. Далее. Вы держите это понимание, что у вас, допустим, вот есть такая сумма, есть такой запас прочности. Что дальше вы будете делать? Далее. Вы торгуете. Вы определили, например, что до вашего стоп-приказа 20 пунктов. 20 пунктов вам необходимо. И вам нужно подобрать такой объем, чтобы при достижении вашего стоп-приказа 20 пунктов вы потеряли не больше 500, ну, либо 1000 рублей. Заморачиваться не надо. Существуют определенные калькуляторы. Я вам ссылку оставлю на все калькуляторы, которые есть. Чтобы вы вбивали данные в калькулятор и калькулятор вам показывал. Покупай там, допустим, 100 бумаг или купи там 10 фьючерсов и так далее. К этому моменту ты уже понял, что, наверное, ты уже разочаровался в этом видео. Ты-то тут ожидал, что я тебе сейчас расскажу. Вот туда вкладывай, заработаешь миллионы. Не бывает так. Не бывает так. Не слушайте того, кто это говорит. Это дилетант. Они не заработали на рынке ни копейки. Я вам показал в самом начале видео свой реальный счет. Доходность. Спросите у них доходность. Вам ее не покажут 100%. Я вам ее показываю. На своем канале я показываю, как я конкретно торгую. Я показываю свои живые сделки. Я в этом разбираюсь. Поверьте, у меня опыт 15 лет. Не бывает так, что вы сейчас пришли 100 тысяч рублей, влили, заработали миллионы. Так не получится у вас. Вам придется разобраться. Придется заморачиваться. Перестаньте разгонять депозиты. Вы так намеренно никогда не заработаете. Никогда вы не заработаете. Вы сможете заработать только, если будете планировать сделки. Если будете делать их грамотно. Если будете соблюдать риск менеджмент и менеджмент. Вы только тогда сможете заработать. Это гарантирует успех на рынке. Все остальное вам на рынке не гарантирует успех. Это удача все остальное. Вам может повезти. Вы можете заработать огромную доходность одной сделкой. Вам может просто повезти, как в казино. Но вы сюда пришли зарабатывать. Мы не находимся в казино. Понимаете? Каждая ваша сделка, это как бизнес-проект. Вы должны все продумать изначально. Вы должны продумать, сколько конкретно денег вы потеряете. Сколько конкретно денег вы можете заработать. Сколько конкретно денег вам понадобится. Думайте о каждой сделке как о бизнесе. Плох тот бизнес, который открывается на шару. Вот потому что упало, сейчас я открою. Так торгуют только дураки. Не делайте так, не делайте. Самый лучший способ заработать, это делать то, что другие ленятся делать, что другие не делают. Вот другие не считают риски, торгуют на обум. Вот упало, сейчас пойду, торгуют импульсивно. Хотите заработать, делайте так, как не делают другие. И запомните главную формулу. Пожалуйста, ее где-нибудь запишите. Если вы конспектируете, обязательно это запишите. Множество сделок с низкой вероятностью только будут умножать ваши убытки. Вы не сможете заработать на сделках с небольшой вероятностью. Не бывает такого чудес, не бывает. Не существует какой-то торговой стратегии. Не получится так, придется заморачиваться. Хорошо, как же вам тогда разогнать? Во-первых, пополняйте депозит каждую неделю на небольшую сумму. Вы 100% человек рабочий. Отбросьте вот эту иллюзию, что вы сейчас месяц-два, поучитесь и станете трейдером, будете зарабатывать. Не получится так. Придется заморачиваться, придется торговать одновременно и одновременно работать. У меня все студенты делают подобным образом и добиваются результатов. Скажем так, тот, кто делает подобным образом, он добивается результатов. Пополняйте депозит каждую неделю на небольшую сумму. Допустим, зарабатываете вы в неделю, предположим, там 20-ку. Из этой 20-ки пусть у вас 5-10% отправляется сразу на брокерский счет. Это позволит вам капитализировать свой торговый счет. Ведь, опять-таки, если смотреть тот же самый мой торговый счет, я сказал, я его умножил на 9,5 раз в первоначальной сумме. Почему? Потому что я не выводил прибыль, потому что прибыль постоянно копилась и происходит сложный процент, процент на процент. Тут уж, я думаю, вы уже миллион видео видели про сложный процент и про его магию. Когда пойдут у вас успехи, а они неминуемы, если вы будете делать то, что я вам говорю, а мне неминуемы. Это вопрос времени. Не переживайте по поводу этого, что у вас сейчас не получается и так далее. Не переживайте по поводу этого. Все у вас будет. Делайте просто все правильно то, что я вам говорю. У вас все получится. Это просто, еще раз говорю, это неминуемо. То есть, делайте все, что я вам говорю, это неминуемо, у вас будут успехи. Это просто вопрос времени. Когда пойдут успехи, первонаперво немножечко выведите денег. Это нужно для того, чтобы просто попытаться, так сказать, Купить что-нибудь себе вкусненькое, да, вот закрепить у себя, как у собаки Павлова, какой-то рефлекс. Вот я хорошо поторговал, вот я купил себе что-нибудь такое приятное. Иначе зачем мы торгуем, чтобы себе что-то не покупать, да? А когда вы купите себе что-нибудь приятное, это не должно быть оплата бытовых каких-нибудь услуг, это должно быть то, что вам приносит какое-то удовольствие. Сходите в кино, например, там, с супругой, если ее, конечно, любите. Если не любите, не ходите. И в дальнейшем просто капитализируйте счет, пополняйте, капитализируйте, пополняйте, капитализируйте. Я за 15 лет видел огромную массу успехов, огромную массу успехов. Все люди, которые добились чего-то вообще на рынке, они делают только это. Капитализируют свой торговый счет, пополняют, капитализируют, пополняют. И со временем они понимают, что они, например, за одну неделю на трейдинге могли заработать больше, чем за месяц на работе. И вот только тогда они уходят со своей работы. Если вы поставите себе цель сейчас заработать, с помощью трейдинга разогнать депозит, вы просто-напросто об этом разочаруетесь. Мой психотерапевт мне говорит, нереалистичные цели приводят к разочарованию и выгоранию. Если вы поставите себе такую цель, которую вы заранее не сможете достигнуть, вы просто-напросто разочаруетесь. Вы скажете, это полная херня, лохотрон, пробовал не получилось, звезден мошенник, все кидалы и так далее. Почитайте интернет, там куча вот таких вот, в общем-то, комментариев на эту тему. Вы просто выгораете и скажете, нахер мне оно надо, я тут не сумел заработать, тут вообще никто не зарабатывает и так далее. Это логично, это логично. Если вы не получаете никаких результатов, если вы теряете на этом деньги из-за ваших каких-то действий, которые вы, может быть, даже и не подозреваете, что вы делаете. Логично, что вам мозг скажет, братан, да ты какой-то херней тут занимаешься. Может быть, стоило эти деньги на что-то нужно потратить, зачем ты их попросту сливаешь. Но, конечно же, мы все-таки мужчины, нам же очень сложно признать какое-то поражение, что вот мы что-то делаем не так и поэтому у нас вот все плохо. И, конечно, тут скажут, вот тот мошенник, это мошенник, сфера кидалова, никто здесь не зарабатывает. Ну, это мозг так работает, вот он работает по таким алгоритмам, поэтому ставьте себе реалистичные какие-то ожидания. Если вы заработали 3-4% в месяц, этого более чем достаточно, более чем уверен, что если вы поставите себе реалистичные задачи, вы будете получать кайф от этого. Я сегодня заработал 3-4%, я понял, что за месяц я заработал такую сумму. Ну, это уже здорово, это уже здорово, я сумел заработать больше, чем по банковскому кладу всего лишь за один месяц. А теперь представьте, второй месяц вы так заработали, третий месяц так заработали, четвертый. И в конечном итоге вы будете просто подкреплять вот это свое умение торговать. Вам мозг скажет, да я вообще красавчик, я могу зарабатывать больше, чем банковские аналитики, больше, чем мне дают в банке, я вообще красавчик. И поверьте, у вас значительно будет лучше получаться, если вы будете ставить себе реалистичные задачи, реалистичные цели. А не так, что я сейчас там 5000 рублей буду кататься на Майбахе, мы с вами взрослые люди, мы понимаем, что так не получится. Не получится так. Хорошо, давайте мы с вами еще раз все повторим. Шаг 1. Используйте только сделки с высоким потенциалом. У каждой сделки должен быть запас АТР. На все я вам ссылку оставлю, ознакомитесь. Шаг 2. Каждая сделка должна быть ожидаема заранее. Вы должны заранее ее спланировать. Вход, выход и так далее. Не должно быть импульсивных сделок. На них вы точно деньги потеряете. Шаг 2. Ваша потенциальная прибыль считается по АТР. И вы должны всегда иметь соотношение риска к прибыли положительное. Вы должны зарабатывать больше, чем вы теряете. Одной своей сделки вы должны покрывать несколько стопов. Здесь опять-таки я вам оставлю ссылку на риск-менеджмент. Будете понимать, как это делать. Не входим всем депозитом в одну сделку. Не получится. Это не казино. Не казино. Здесь совершенно по-другому. Здесь зарабатывают люди, которые заморачиваются. Которые не вкидывают весь депозит на одну сделку. Все остальные здесь на этом деньги теряют. Мы зарабатываем на вот этих людях, которые не хотели заморочиться. Следующее. Шаг 3. Перестаньте разгонять депозиты намеренно. Не получится у вас. Не получится. Не бывает чудес. Но вы заработаете. Даже если вам просто повезет. Крупно повезет. Вы все равно деньги на этом потеряете. Единственный шанс заработать. Это использовать обычные бытовые принципы торговли. Про которые я вам сказал. И шаг в четвертых. Здесь написано шаг 5. Это ошибка. Шаг в четвертых. Используйте капитализацию. Только магия сложного процента и пополнение работают. Все остальное это полная туфта. И постарайтесь пожалуйста не увольняться с работы раньше времени. Вначале научитесь зарабатывать. Потом будете увольняться с работы. Я же точно так же как и вы хотел в свое время. Сейчас вот я вот себе поставлю задачу. Пару месяцев выучусь трейдинг. Буду зарабатывать. Не получается так. Примите суровую реальность. Используйте лучшее обычные какие-то бытовые правила. Риск менеджмента. Манеджмент. Делайте что я вам говорю. Успех будет неминуемым. Он все равно будет. Но это немножечко придется постараться. Немножечко придется потрудиться. Сегодня я вам рассказал одну из основных тем. Которые существуют в рынках. Если вас интересует вообще в целом заниматься трейдингом. И зарабатывать с помощью этого. То у меня есть великолепная обучающая программа. С помощью которой вы. Во-первых. Научитесь читать и понимать графики. Во-вторых. Будете понимать что сейчас происходит на рынке. В-третьих. Научитесь зарабатывать на этих самых рынках. Здесь нет ничего сложного. Это тренируемые мы навыки. И я тому живое подтверждение. Так же как и подтверждение. Мои живые студенты. Которые уже прошли это обучение. Я могу вам сказать абсолютно точно. То чем вы сейчас занимаетесь. Не приведет вас к успеху. Ни у одного еще трейдера самообучение не приводило к успеху. Во всяком случае. За 15 летнюю практику. Я ни одного трейдера не видел. Который бы имел самообучение. Самообразование. По книжкам бы как-то выучился. И так далее. Реально не знаю ни одного. Все так или иначе проходили какие-то курсы. Ходили в какие-то онлайн школы. У брокеров обучались. И так далее. Потому что самостоятельно научиться невозможно. Это все равно что пытаться изучить вождение по роликам на ютубе. Это можно делать когда вы знаете что необходимо делать. Как водить автомобиль. Но если это происходит в самом начале. То естественно это все закончится трагедией. В рынке происходит то же самое. Причем многие теряют суммы. Значительно больше суммы автомобилей. Конечно если вы занимаетесь самообразованием. Это закономерный результат. А вот наши студенты получают помимо всего прочего гарантию от потери депозита. В случае если по знаниям которые я вам передам в этом обучении. Вы потеряете полностью весь депозит. Мы делаем компенсацию. Причем это написано в оферте. И это написано документально. Потому что если вы делаете все правильно. Все так как я вам говорю. Потерять деньги в принципе на рынке невозможно. Вы будете зарабатывать. И самое плохое что у вас может произойти. Это вы будете сидеть у нуля. Это самый вот плохой сценарий. Но в основном все люди так или иначе либо уходят в плюс. Либо сидят в небольшом плюсе. Ссылку я на все оставлю в описании. Перейдите. Ознакомьтесь. Начинайте зарабатывать вместе с нами. Мы работаем полностью в белую. Выдаем вам чеки. Работаем по договорам. То есть с этим вы можете по поводу этого даже не переживать. Все у нас кристально, чисто, често и все в белую. Я желаю вам удачи. Зарабатывайте счастливо. Занимайтесь трейдингом. Это ваш шанс сейчас выбраться из этой нищеты. И из беспросветной тоски, в которую мы к сожалению попали. Это наш с вами шанс сейчас не потеряться и не оказаться у разбитого корыта. Если не трейдинг, то у меня нет ответа на вопросы. Это правда. Ну ладно, не будем негативить. Но все находится в описании ссылка. Удачи вам, зарабатывайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок